Обвал на мировых рынках продолжается. Японский рынок ушел в минус. В пике индекс Nikkei закрылся в минусе на 12,5%. Южнокорейский Коспи теряет почти 10%. Фьючерс на американский Nasdaq с утра снижается на 5,5%. Инвесторы, судя по всему, испугались рецессии. На этом фоне даже неплохо выглядят площадки Гонконга и материкового Китая. Там падение не превышает 2,5%. Старт торгов на Мосбирже через полчаса. И главный вопрос. Не перекинется ли мировой пессимизм и на наш рынок? Всех приветствую. Это «Рынки утра». Меня зовут Алифтина Пинкальская. Вместе с Богданой Приходой будем обсуждать ключевые события сегодняшнего дня для инвесторов. Вместе, конечно же, с вами, нашими зрителями, подписчиками. Пишите свои комментарии, вопросы, мнения. Мы рады вас слышать и читать. Уже видим, что с утра много интересных реакций и вопросов тоже поступило в наш чат. Ну и добавлю новостей. Цена Brent опустилась в моменте ниже 76 долларов за бочку впервые с января 2024 года. То есть впервые со 100 с начала года. Ну и биткоин упал уже к 50 тысячам долларов. В моменте даже ниже этой планки опускался. Как пишет Bloomberg, рынок теперь считает, что Федрезерву придется начать агрессивное снижение ставки, допуская даже сценарий какого-то внепланового заседания, чтобы не допустить рецессии в США. Дан, ну что, есть у тебя немножко позитива, каких-то позитивных ожиданий, новостей на сегодняшний день? Я постараюсь, Аль, ввести немножечко позитива. Сегодня Совет директоров Яндекса рассмотрит вопросы о рекомендации по выплате дивидендов, а также о допомиссии акций. Ранее появилась информация, что все-таки Совет директоров предложит менеджменту рассмотреть вопросы о выплате первых в истории Яндекса дивидендов в размере 80 рублей на одну обыкновенную бумагу. Также мы сегодня ждем отчеты РусАгро, ТГК-1 и Озон по МСФО за первые полугодия. Если посмотреть, опять же, по компаниям, что мы уже имеем на данный момент, чистая прибыль РусАгро в первом квартале снизилась почти на 70% в год-году, выручка выросла на 45%. ТГК-1 за первый квартал ни по МСФО, ни по РСБУ, ни отчетность не опубликовала. Озон отчитается за второй квартал. Если смотреть, опять же, за первый, то выручка компании выросла больше, чем на 30%. И убыток получил в размере 13 миллиардов, если мы посмотрим, то это в прошлом году. А если, опять же, смотреть в 2023 год, то прибыль в первом квартале больше 10,5 миллиардов рублей. Плюс уже в России вышли данные по индексу деловой активности в секторе услуг. В июле он, получается, составил 51,1 пункта. В июне для сравнения 47,6. Также мы ждем протокол заседания ВАНК России по вопросам денежно-кредитной политики. Мы будем надеяться, что кто-то из имитентов нас сегодня порадует. Но не факт, что какой-то пессимистичный сентимент это перебьет. Тем более, что нефть, конечно, снижается для нашего нефтедобывающего сектора не очень позитивно. Подробнее все эти темы, в том числе, обсудим с нашим гостем. У нас в студии Артем Аутлев, аналитик, управляющий компанией Ингострах Инвестиций. Артем, доброе утро. Доброе утро. Не знаю, доброе оно или нет. Но начнем мы, конечно, я думаю, с главной темы сегодняшнего утра, этого обвала на мировых рынках, азиатских, поскольку торги у нас начинаются в Азии. Вообще, что происходит? Читаю уже какие-то комментарии в соцсетях, в инвестиционных сообществах. Кто-то вспоминает ситуацию перед крахом Лемон Бразерс, кто-то август 2011 года. Такие, в общем, апокалиптичные какие-то посты начались. Ну, как обычно, но тем не менее, что происходит? Почему такой сильный обвал, например, в Японии случился? Ну, в Японии очень сильно укрепилась иена, и это, конечно, негативно влияет на экспортеров. Япония достаточно серьезный экспортер, и вот поэтому такая основная причина обвала. Плюс вот сейчас мы видим, что все больше новостей из США поступает негативных. Это, в первую очередь, безработица, которая выросла сильнее прогнозов, до 4,3% вместо консенсуса 4,1. И все понимают, что рынок начинает слабеть и опасаются предстоящей рецессии. А рецессия в крупнейшей экономике мира, которой сейчас является США, это, конечно, плохо для экономики всех государств. Ну, и в том числе увидим реакцию на нефть, негативную реакцию на нефть, как как раз-таки предвестник возможной рецессии. Хорошо, тогда вот следующий вопрос у нас про влияние на российский рынок, тем более, что зрители с утра тоже написали много комментариев, всех, я смотрю, это интересует. Вот, например, Иннокентий спрашивает, не усилит ли текущее снижение индекса Мосбиржи, такой завал на мировых площадках и волнение на Ближнем Востоке. Сергей также добавляет, вот и проверим, насколько наш рынок изолирован от мирового. В общем, что с нашим рынком? Ну да, вопрос на самом деле интересный. Ранее рынок российский был более плотно связан с американским рынком, но в последнее время он более-менее отвязался. Но я считаю, что такой существенный негатив, вот индекс японский за месяц упал на 26%, за день на 11, да, или на 13, по-моему, сейчас данные... Сейчас, да, закрылся минус 12,5%. Поэтому вот американские индексы валятся тоже на 5% фьючерсы. Поэтому я считаю, что все-таки реакция какая-то должна быть негативная на российский рынок. Может быть, она будет не такой сильной. Но в целом, если смотреть на макроэкономику, то, конечно, российская экономика очень сильно завязана на нефть. И если мы увидим дальнейшую рецессию в мировой экономике и дальнейшее снижение цен на нефть, то это будет, конечно, негатив для нашего рынка. Наталья, вот только что поступил вопрос, спрашивает, падение в Японии не сподвигнет ли страну смягчить против России санкцию увеличить с РФ товарооборот? Ну, это очень сложный вопрос. Сейчас геополитика в достаточно напряженной фазе. Да, мы слышим какие-то фразы о том, что надо переходить к смягчению в плане каких-то переговоров и всего остального. Но это вилами по воде. Я не думаю, что сейчас какая-то кризисная ситуация поможет в скором времени полностью смягчить какие-то санкции. Артем, ну как вы считаете этот сценарий рецессии, который уже широко начал обсуждаться? Читала тоже с утра статьи Bloomberg, пишут о том, что сейчас рынки закладывают 90-процентную вероятность, что Федрезерв снизит ставку в сентябре сразу на полпроцентных пункта. Как раз таки, чтобы не допустить рецессии, стали расходиться слухи о том, что Федрезерв может созвать экстренное внеочередное заседание по поводу экстренного снижения ставки. Неужели действительно сценарий рецессии настолько в Штатах и мировой, возможно, рецессии настолько уже близок к реализации, как вам кажется? Ну, вполне возможно. Может быть, если не в этом году, то в следующем есть некоторые индикаторы, которые уже указывают по безработице, росту сильному безработице, что рецессия возможна. Поэтому вполне вероятный сценарий, да. По российскому рынку у нас индекс Мосбиржи закрылся в пятницу ниже 2900 пунктов. Я так понимаю, что вы допускаете дальнейшие снижения сегодня под влиянием всех этих событий. Как вам кажется, где следующий, да, у нас уровень? Тоже, да, интересный вопрос. Вот если с начала июля посмотреть, то индекс несколько раз пытался пробивать 2900, но там как раз-таки были хорошие объемы на покупку, и индекс уходил немного выше. Но сейчас, мне кажется, текущий вот негативный сентимент, да, скорее всего, увидим там дальнейшее снижение. Но 2800, как следующий уровень, наверное, можно будет прощупать. Но если все будет валиться и дальше по всему миру, то да, ситуация сейчас несприятна. Будем следить за открытием. Да, ну смотри, может быть у нас, да, от корпоративных каких-то? Есть по конкретным бумагам, да, вопросы тоже с утра поступают в наш чат-бот. Почему «Газпром» не падает, а что-то второй квартал ужаснейший, пишет Никитка. «Газпром», мне кажется, настолько сильно уже упал. После решения менеджмента совета директоров и акционеров не платить дивиденды, акции компании достигали 10-летних минимумов. И сейчас кажется так, что все, что плохое могло случиться с «Газпромом», уже произошло. И там любые позитивные новости могут подтолкнуть бумагу вверх, а негатив… Ну, единственное, что я вижу, это, возможно, там, снижение цен на газ мировых, там, ниже, там, средних уровней. Вот единственное, что может сейчас негативно еще дополнительно сказаться. Поэтому, наверное, падать уже особо некуда. Поэтому вот и «Газпром», наверное, так реагирует. Кстати, было такое, что я спрашивала тоже эксперта по «Таргету», по «Газпрому», сказал. «Таргет» не буду говорить, буду говорить, ниже какого уровня упасть точно не сможет, Арсюм. Хорошо, может быть, сегодня тогда поговорим о каких-то возможных позитивных событиях, которые приободряют инвесторов на российском рынке. Ждем «Озон». Отчет у нас сегодня за второй квартал, за первое полугодие по МСФО. Как считаете, насколько он будет позитивным? Будет ли у нас все-таки замедляться темпы оборота «Екома» в России? Да, есть новости в СМИ, где пишут, онлайн-платформы проводят определенные исследования и пишут, что действительно во втором квартале сильно замедлились обороты. Ну, не знаю, посмотрим, конечно. Мы все-таки прогнозируем, что обороты будут примерно на уровне первого квартала. Там, по-моему, плюс 88% было, да? Может быть, да. Это год к году. Но год к году, наверное, будет чуть пониже. Но если там квартал с кварталом сравнивать, то плюс-минус так. Но нам кажется, что EBITDA, скорее всего, будет ниже. Она, наверное, будет положительной, но будет чуть ниже, чем в первом квартале. Да, наверное, квартал будет убыточным. Но все-таки компания существенные процентные расходы сейчас несет из-за высоких ключевых ставок. Вкладывает значительно деньги в расширение бизнеса. Поэтому Озон, да, сейчас, наверное, такой более нейтральный взгляд. Тем более сейчас вот закон о регулировании маркетплейсов носит дополнительную неопределенность. Поэтому много разных новостей. Но все мы понимаем, что если он будет принят, то это, наверное, окажет некоторый негатив на финансовые показатели. Озон, число ваших фаворитов, видела даже какие-то таргеты от отдельных инвесткомпаний по 5,5 тысяч? Фаворитов вряд ли. На взгляд, скорее нейтральный сейчас на Озон. Хорошо. Ну вот Озон тоже обычно широко обсуждается среди инвесторов. Но стали мы видеть обсуждения другой интересной темы среди наших зрителей и подписчиков относительно доступности корпоративных флоутеров. А потом даже заметили отдельные публикации в инвестсообществах и телеграм-каналах. Якобы при покупке большинства корпоративных флоутеров теперь брокеры стали требовать статус квалифицированного инвестора. То есть этот инструмент стал малодоступен неквалифицированных инвесторов. Насколько эта информация соответствует действительности? Есть ли действительно какие-то изменения регуляторные, которые пока видят только брокеры? Обсудим с нами на связи Дмитрий Кашаев, руководитель управления инвестиционного консультирования МКБ Инвестиции. Дмитрий, приветствую вас. Как слышите? Доброе утро. Прекрасно вас слышу. Ну смотри, действительно стал видеть... Все-таки пусть будет уда-доброе. Да. Стал видеть постоянно вот эти обсуждения. По поводу того, что большая часть корпоративных флоутеров теперь из-за каких-то изменений в регулировании стала недоступна неквалифицированным инвесторам. Вы такое наблюдаете? Подтверждаете какие-то изменения? Да, действительно, с конца прошлой недели ряд корпоративных флоутеров с рейтингами ниже 2А стали маркироваться в московской бирже как для квалифицированных инвесторов. Я думаю, что это в первую очередь будет связано... Причем эти флоутеры все были привязаны к ключевой ставке Банка России. Я думаю, что это скорее связано с попыткой биржи настроить свои автоматические системы проверки на сложные инструменты. Надо напомнить, что Банк России планомерно проводит политику прозрачности финансовых инструментов для инвесторов. Потому что зачастую мы все с вами были свидетелями не совсем правильное предложение инструментов для конечного инвестора. Были определенные три тесты. Они уже действительно сейчас существуют, когда проверяется понимание инвестора того, во что он инвестирует свои капиталы. Дмитрий, а как вообще эта система именно с флоутерами работала раньше? Поскольку у меня есть тоже комментарий, общалась с экспертами по этой теме. Мне как раз таки объяснили, что корпоративные флоутеры, чья ставка привязана именно к ставке ЦБ, всегда были доступны только квалифицированным инвесторам. А инструменты, привязанные к ставке РУОНИ, были как раз таки доступны неквалифицированным после прохождения тестирования. То есть, получается, вы это опровергаете, что раньше были флоутеры... Нет, 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 нет. Да, я это не опровергаю. Это действительно была такая история, что было распоряжение, что... И даже когда сейчас выпускаются флоутеры корпоративные с привязкой не к РУОНИ, а именно к КС, они изначально отмаркированы для квал-инвесторов. Но все опять же это зависит еще от кредитного рейтинга. Надо ли... Основная история, почему у нас появилось столь много корпоративных флоутеров? У нас ставка Банка России с декабря 16-е, до этого была там с сентября 15-е, сейчас вообще 18-е. Конечно же, корпорации не готовы платить фиксированный флоутер. Не-не-не, меня интересует чисто технический вопрос. То есть, если вы подтверждаете, что это... Да, технически они есть. Сейчас стали привязывать... Раньше привязывались к РУОНИ. Плоутеры привязаны к РУОНИ, без проблем, все, они сдали тест, пошли покупать. Плоутеры с не самым высоким кредитным рейтингом, привязаны к КС, требуется КС. Ну, я думаю, ой, требуется квал-инвестор, но я думаю, что это тоже будет регулироваться на уровне, я думаю, какого-то времени через, опять же, тесты. Потому что надо не забывать, что если та же самая компания, которая сейчас выпускает флоутер для квал-инвестора, обычную облигацию с пикс-купоном выпускают для любого. Ну, то есть, Дмитрий, я запутался, никаких изменений в итоге не произошло? То есть, раньше флоутеры, привязанные к КС, были для квалифицированных инвесторов, и сейчас они стоят для квалифицированных. То есть, изменений не произошло? А вы сказали, что были какие-то изменения? Я, может быть, у вас не так... Были изменения в ряде новых выпусков, опять же. Да, вот раньше облигации выпускались, просто облигации с плавающим купоном. Сейчас изначально они выпускаются, многие, со статусом для квал-инвесторов. И я так предположу, что вот столь массовая история, которую увидели наши уважаемые инвесторы, получилась тем, что был определенный регресс, что ранее выпущенные бумаги просто попали под это ограничение. Поняла. Спасибо большое, Дмитрий. Кстати, мы тоже обратились и к Мосбирже с просьбой разъяснить ситуацию, и, в общем-то, ждем каких-то официальных комментариев по этому вопросу. Вернемся тоже с ними к нашим зрителям. У нас на связи был Дмитрий Кашаев, руководитель управления инвестиционного консультирования МКБ Инвестиции. Артем, а мы продолжаем обсуждать российский рынок. Какие-то, да, да, может быть, еще интересные вопросы у нас есть. Да, вот эта тема как раз родилась, мне кажется, от того, что у нас много вопросов было по этой теме, и там инфоповоды были. Надеюсь, все очень грамотно мы разъяснили. По поводу, опять же, конкретных компаний. Вот Вячеслав интересуется, что сделать с ХХРУ, усреднять или держать? Ну, сейчас, насколько я знаю, будут приостановлены торги по связи с редоминцеляцией. И до середины сентября, до 20-х чисел сентября, по-моему, то есть на месяц чуть больше торги акциями будут приостановлены. Но в дальнейшем редоминцеляция считаем за плюс. Компания сможет выплачивать дивиденды, во-первых. А во-вторых, все-таки рынок труда у нас остается сильным. Компания занимает подавляющее большинство рынка труда, поиска соискателей. И это позволяет им наращивать выручку, наращивать свои комиссии для клиентов, не теряя их. То есть спрос на рабочую силу очень большой, и явно он будет продолжать оставаться таким же значимым. В преддверии редоминцеляции по ХХРУ видели мы распродажи, поскольку, конечно, безусловно, приостановка торгов и дальнейший навес продавцов всегда пугает инвесторов. Ну, долгосрочный, я правильно вас понимаю, Артем, что вы считаете, что стоит держать? Да, Headhunters, да, на позитиве. Но можно будет добирать после того самого навеса, который ожидается вполне поздно. Еще по Яндексу у меня есть вопрос. Сегодня у нас как раз-таки будут обсуждать советы директоров дивиденды, который ранее менеджмент рекомендовал. Дивиденды небольшие, 2% доходности, 80 рублей на бумагу, по-моему. И, кстати, многие восприняли это как негативный сигнал. Видим, кстати, мы распродажи в Яндексе, которые продолжаются, даже выглядел в моменте хуже рынка. С чем это связывается? Какой у вас вообще таргет по Яндексу? Ну, Яндекс, да, такая интересная история. Все-таки компания растет очень быстрыми темпами, удвоилась за 2 года. И сейчас после разделения бизнеса более 90% выручки, бизнес, который генерил более 90% выручки, остался в России. То есть бизнес дальше будет продолжать развиваться однозначно высокими темпами. Дивиденды, да, вот можно сказать, что некоторый негатив встретили со стороны аналитиков и инвесторов, кто считает, что лучше бы эти деньги вкладывались в дальнейшее развитие бизнеса. Но в целом там та же самая 2% дивидендная доходность в полугодие, по нашему мнению, это скорее позитив. Для инвесторов в целом смотрим позитивно на Яндекс, 4, 500, 700. Да, то есть сейчас достаточно привлекательные уровни для покупки бумаги, как нам кажется. И тогда, наверное, последняя тоже интересная новость, которую Дана нам уже анонсировала. Это отчет ВК сегодня не только Озона, но и ВК. Тоже компания смотрела в обсуждениях, вызывает часто много скепсиса у российских инвесторов. Но, тем не менее, тоже ваш view. Да, вот кардинально две разные компании по методу раскрытия информации. ВК очень скрытная компания, то есть они публикуют очень сдержанный объем информации о себе. За первое полугодие они опубликовали только объем выручки и динамику по операционным сегментам. Мы не знаем, какая у них ебеда, мы не знаем чистую прибыль, долг. То есть много компонентов, которые влияют на стоимость компании, к сожалению, нам неизвестно. Будем надеяться, что сейчас они опубликуют хоть что-то, и мы сможем делать какие-то прогнозы. Поэтому сейчас, наверное, говорить о какой-то таргете рано. Надо будет посмотреть данные за первое полугодие. Но, в целом, хочется сказать, что по сравнению с Яндексом, ВК выглядит не так перспективно. Ебеда стагнировала на протяжении долгого времени, а в 2023 году по основному сегменту бизнеса за соцсетям в два раза упало. То есть сейчас кажется, что менеджменту более эффективно нужно пробовать управлять компанией, и тогда все будет хорошо. Мы разобрали, да, мы все три у нас IT-компании. У нас в студии был Артем Аутлев, аналитик управляющей компанией Ингу Страх Инвестиции. Напоминаю, что днем в Телеграм-канале будет. Вы выбираете главную тему, которую наши коллеги обсудили 21.05, поэтому голосуйте. А далее новости смотрите РБК.